Во-первых, необходимо понять, что такое внутри и что такое снаружи. Если не разобраться, что такое внутри, а что снаружи, вы непременно отправитесь не туда. Так что же такое внутри? Ваше тело — это нечто, что вы накопили за определенный период времени. Да или нет? Да? То, что вы накопили, может быть вашим, но не может быть вами. Это понятно, да? Чем бы это ни было, то, что вы накопили, может быть вашим, но не может быть вами. Так что это тело — накопление. То, что мы называем своим умом, всё содержимое ума — это тоже накопление, в зависимости от того, с чем вы соприкасались в жизни. Итак, ваше тело — это куча еды, большая или маленькая. Ваш ум — это куча впечатлений, опять же, большая или маленькая. Где же вы сами между этими двумя кучами? Поэтому не нужно брать такие определения, как внутри и снаружи, потому что, когда дело касается языка, мы можем оперировать только ограниченным набором терминов. И в этих границах, возможно, разные люди пытаются использовать это по-разному. Мы не знаем, в каком контексте они использовали эти слова. Вы делаете такое обобщение и заявляете, все говорят вот что. Я не знаю, кто эти все. Разные люди используют разные методы, в зависимости от того, какие люди их окружают, что больше подходит для этих людей. И, скорее всего, они действуют, исходя из этого. Если это подлинные мастера, они работают с конкретными людьми, которые в этот момент с ними, а не с общими принципами, взятыми откуда-то. Глядя на то, каков конкретный человек, вы будете делать то, что работает конкретно для него. Что вы будете делать с этим человеком, может не подойти другому. Вам нужно придумать для того что-то еще. Но вы же говорите об общих понятиях, таких как «внутри» и «снаружи». Так что для начала определите, что такое «внутри» и «снаружи». Все сейчас находится снаружи, мир вокруг, и тело — это тоже внешний материал. Все составляющие ума — тоже внешний. Так о чем же «внутреннем» вы говорите? Вы тут же, конечно, можете сказать «атма», «парматма», «душа» — все в таком духе. Но так вы переходите к системе верований. Вы не знаете? Вы знаете, что у вас есть тело, да? Пожалуйста, проверьте своего соседа. Вы знаете, что у вас есть тело. Вы думаете, что у вас есть ум. И до какой-то степени вы знаете это. Но все остальное — это вера. Да или нет? Я не спрашиваю, правда это или нет. Давайте не будем в это углубляться. Но это только вера. Это не ваш личный опыт. Если вы делаете утверждение о том, что вы еще не испытали на своем опыте, если говорить прямо, вы просто врете. Вот что это значит. Но поскольку такая ложь святая, ложь записана в священных писаниях, ложь повторяется разными людьми, одетыми по-разному, которые считаются священными, хотя на самом деле они нелепые. Так что давайте не будем говорить о том, что вы не испытали на собственном опыте. Сейчас вы ощущаете свое тело до некоторой степени. Свой ум тоже. Все остальное вам неизвестно. Но мы можем предполагать. Если я могу накопить вот столько тела и вот столько ума, должно быть и что-то более фундаментальное. Да? Должно быть что-то еще более фундаментальное. И мы понятия не имеем, что же это такое. Сейчас мы назовем это вы. Как вы собираетесь отправиться внутрь себя? Скажите. Вы можете войти внутрь этого зала. Вы можете выйти из него. Но как вы войдете внутрь себя? Скажите. Давайте оставим это. Не стоит идти этим путем. Сделайте следующее. Все, что не является вами, отложите все это в сторону. Сегодня, перед тем, как лечь спать, все, чем вы не являетесь, оставьте это в стороне. Это может быть что-то ценное для вас. Подумайте. Ваш дом — это вы? О, мой дом. Хорошо, вы испытываете к нему сильные эмоции, но все равно оставьте его в стороне. Ваш супруг — это вы? Нет. Это просто. Он — это не я. Мои дети — это я? Немного сложнее, но нет. Дети — это не я. Если им исполнилось 12 лет, они вам уже сказали. Дальше. Одежда, которую вы носите, — это вы? Нет. Ваше тело, которое вы носите, — это вы? Нет. Все эти мысли, эмоции, — это вы? Нет. Все, чем вы не являетесь, сложите это в сторону. Не физически, просто в уме. Откладывайте все в сторону и посмотрим. Делайте это каждый день. Однажды, когда вы благополучно отложите в сторону все, чем не являетесь, вы обнаружите то, кто вы есть. У нас слишком много представлений о том, чего мы не видели. И это большая проблема. Однажды Шанкаран Пилай отправился в Британию. Можно? Шанкаран Пилай поехал в Британию, чтобы устроиться на работу. Там искали умного, дальновидного менеджера по продажам. Ему задали один вопрос. Что находится дальше? Мумбай или Луна? Шанкаран Пилай подумал и сказал, — Мумбай. Его спросили, — Что? Мумбай дальше, чем Луна? Он сказал, — Да. Как же так? Ну, Луну я могу видеть, а Мумбай — нет. Я хочу сказать, что если следовать только тому, что находится в вашем текущем восприятии, вы придете к ложным выводам. Так что не торопитесь делать выводы. Давайте будем уделять больше внимания. Вы стоящая частица жизни, которая заслуживает некоторого внимания. Не ищите внимания других людей. Ваше собственное внимание. Разве эта жизнь не заслуживает внимания? Уделите внимание вот этому. Немного внимания, и все станет ясно. Вопросы о себе вы задаете мне. Если я дам вам ответ, что у вас будет? Только немного больше слов. Несколько слов не приблизят вас к истине. Одно или десять новых слов не приблизят вас к реальности. У вас просто будет больше слов, чтобы сказать другим. По всему миру распространяются подобные предсказы. Все знают, где находится Бог, кто его жена, сколько у него детей, когда у него день рождения, какой у него адрес проживания. В каждой песне люди поют о том, где живет Бог, где он и как к нему добраться, но они ничего не знают о самих себе. Такой вид, как бы сказать, всезнающего невежества опасен. Если вы чего-то не знаете, это не проблема. Если я понимаю, я не знаю, то мне открыта возможность познания, не так ли? Если же я не знаю, но думаю, что знаю, тогда для меня закрыты все возможности. Итак, мы пришли ко многим умозаключениям. Каждая культуре знают природу Бога, где он обитает, какая там атмосфера и вообще все. Каждому известна география Рая, не так ли? Но вы ничего не знаете о себе. Прошло время уделить этому внимание, потому что все, что вы знаете, вы знаете только в том виде, как это отражается в вашем уме. Вы не знаете ничего, кроме этого. Да или нет? Так что нужно позаботиться о следующем. Вы видите все в отражении своего ума, и это отражение ненадежное. Сначала исправьте это. Во-первых, сделать его устойчивым, плоским, простым, ровным зеркалом, чтобы видеть все таким, как оно есть на самом деле. Обычное зеркало показывает все таким, как оно есть. Только зеркально. Вам нужно будет все перевернуть. Для этого потребуется немного больше практики. Большинство людей не могут перевернуть даже лепешку ДОСА. А чтобы перевернуть всю Вселенную, всю жизнь, которая отражается у вас в уме, перевернуть и не развалить на части, для этого потребуется намного больше. Но для начала выровняйте зеркало, так, чтобы оно показывало все, как есть, а не как-то по-другому. Сейчас вы видите все в зависимости от того, как вы отождествляете себя с чем-то. Каждое ваше отождествление исказило зеркало вашего ума, и оно показывает вам вещи совсем не такими, как они есть. Первый шаг — перестать говорить о том, чего вы не знаете. Душа, Атман, Парматман, Бог, Божественное, Рай. Говорите о том, что знаете. И тогда желание сделать следующий шаг станет очень сильным. Иначе, если вы уже знаете всю географию рая, где здесь необходимость уделять внимание чему-либо? Продолжение следует...